ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дивятые ребятушки, едем в Каньле. Взяли билеты за 320 рупий у второй класс. ехать будет примерно 3 часа по прекрасной живописной чрезвой дороге ну что, погнали! мы наконец-то в жарище, приехали в Канди приехали в Канди, потратили на это не 3 пока нам обещали 4, правда, часа устали немножко после поезда потому что там было столько народу, очень много сейчас туристов что-то снимать ничего даже не получилось и сейчас мы взяли по этому бутылку 5 километра будет да, это круто и через 5 километра будет наш отель, но он высоко на горах поэтому мы пешочком с молнией поедем мы уже на Большом Будде ну в смысле около него в смысле около него мы думали сейчас будут такие большие-большие ступеньки потому что мы видели ступеньки а тут очень их мало тут печет солнце да жарко но это вау это очень круто сейчас покажем как это выглядит ice и а achen здесь нет 250 рублей это самый большой центральной части острова для сидячей а на сей шланге это 2 по величине будто и это довольно симпатично в принципе весь утро в конце сюда красиво . но тем не менее здесь прикольно ну что просто посмотреть ну да и на самом деле красиво классно панорама на города но и сам буду в принципе очень фотогеничный надо сказать единственная кому-то может очевидная информация но кому-то оказывается нет одежду одевайте закрывающую коленки и плечи джастин кейс просто чтобы мы едем идем пешочком мы идем пешочком к храму зуба буты тысяч тысяч мы купили лотосы для подношения буди и мы сейчас пойдем храм зуба буты там отдельный вход для мужчин и женщин и там очень внимательно проверяют как мы одеты поэтому итак мы уже здесь мы купили билетики они стали полторы тысячи рупий там такие прям стоят автоматы и мужчины помогают вот и мы в диком предвкушении потому что уже сейчас смотрим уже красиво смотреть что внутри здесь нереально красиво я лично советую просто всем потому что это какая-то потрясающая сам зал с судьба буты не знаю меня лично вообще прям до мурашек вот и все здесь убранство на деревянное строение все это просто меня лично очень сильно очень сильно вдохновляет я советую всем прийти сюда и посмотреть на эту красоту какое-то спокойствие и умиротворение yes master и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это храм четырех религий Помимо этого там очень большой какой-то парк И оленей можно видеть, возможно Поэтому мы поехали Сейчас купили билетики До Гамболы До Гамболы за 40 рупин на человека Да? Да, 40 рупин Все, удовольствие Ехать минут 30 на поезд И потом посмотрим, что дальше Дальше нам говорят Долгий подъем на горы Мне кажется, он каждый выпуск Супровождает долгий подъем на горы Но суть в том, что он довольно Длительный, около трех часов И возможно мы возьмем тук-тук, чтобы Не тратить много времени Ну что ж, мы... Ух ты Мы к нему приехали И это Заняло, наверное, минут 20 По горе На тук-туке Пешком, наверное, на часа три Потому что мы Вот так высоко И вот такая штука здесь прикольная Как тебе? Ну, интересненько Так страшно Мы не понимаем, почему Ну, просто кружится голова от высоты Ай, так страшно И посмотрите, как еще высоко Я даже выезд подумала Мама Мама Окей, ребят, мы сходили до самой верхушки У меня до сих пор дрожат колени И голос, и руки, видимо, тоже дрожат И сейчас мы, наверное, попробуем запустить Дрогу Красивый вид отсюда открывается Просто поражающее воображение Особенно этот город большой Он реально большой И реально ты стоишь Перила вот как будто бы не держат тебя Вот Прям как будто на кроме обрыва стоишь Да-да-да И, если честно, здесь внутри Как-то, видимо, у людей отношение Странное к этому месту Небережное То есть как-то здесь немножечко грязно Но, в принципе, если вы в Канде на пару дней То есть туда доехать полчаса И, мне кажется, ради такого вида это стоит сделать Ну что? Полетели? Полетели Полетели В целом мне, пожалуй, Канде нравится Ну, во-первых, там большой город, в Шиланке, в котором мы были Ну, не считая Коломбо Но мне нравится тем, что действительно есть куда сходить, чтобы смотреть Кроме достопримечательностей здесь просто прикольно погулять Потому что действительно здесь есть какие-то такие улочки, закоулки, маленькие храмы и так далее То есть здесь реально можно, в отличие от многих мест, просто погулять Что прямо очень классно для Шиланка Ну что, мы уже собрались Покидаем Канде И через несколько минут приедет наш тук-тук Канде это, ну, приятный такой город Именно для изучения, для познания Шри-Ланки Ну, какого-то такого еще одного духа Шри-Ланки Он интересен, он познавателен И здесь есть чем позаниматься Мы так и не сходили на Viewpoint в Канде Но, на самом деле, мы как-то не особо жили Потому что мы были на Большом Будде И, в принципе, это тоже панорамная площадка на весь город И мы были в храме четырех религий Это, мне кажется, панорамная площадка на половину Шри-Ланки Так что Viewpoint мы пропустили Но, если у вас будет время, обязательно сходите Я говорю, что там очень симпатично Да, ну, мы отправляемся уже фактически в полонару Покажем вам, все расскажем обязательно в следующем выпуске Поэтому подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Это будет нам очень приятно И увидимся с вами в следующем видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok